Восьмое ноября 2018 года С 1 ноября дачников будут штрафовать за борщевик на участке на 5000 рублей. В Подмосковье борщевиком занято более 30 тысяч гектаров. В новостях говорится о том, что эти штрафы могут дойти и до миллиона рублей. Это что, издевательство над людьми? Что такое борщевик на участке? Я, конечно, понимаю, наверное, у кого-то в заброшенных селениях растет борщевик. Но, значит, селение просто заброшено. Они что, будут искать хозяина и штрафовать его от 5000 и до миллиона рублей? Вероятно, так. Но, значит, готовьтесь, жители, бегите на свои участки и рубите тот самый борщевик. Если с 1 ноября закон вступает в силу, значит, вы сейчас должны еще успеть его срубить. Потому что те самые ищейки, которые ходят за вами по пятам и смотрят, где и как вы не выполнили закон, чтобы снять с вас денег, они, конечно, ринутся в подмосковные дачные места и будут там, выясняя хозяев, выписывать вам штрафы. А вы и знать не будете. И к Новому году как раз получите те самые подарки. Ведь борщевик, он очень высокий. Это не та трава, которую косили недавно на Урале косами. Перед приездом начальства в снегу траву решили покосить. Есть ролик у меня, посмотрите, на эту самую тему. Но это еще не все с борщевиком. Здесь не все так просто. Люди должны знать, что некоторые виды борщевика нельзя вообще трогать. Нельзя дотрагиваться до некоторых видов борщевика. Он опасен. Но этого вам никто не скажет. Вас именно поэтому заставляют косить тот самый борщевик. Есть такой борщевик сосновского. По праву можно назвать одним из наиболее коварных растений. Эти высокие зонтики из мелких белых цветов привлекают внимание. К ним хочется подойти, потрогать. Красивые, сфотографировать их тоже. Тем более, что цветок выглядит совершенно безопасным. Не имеет никакого резкого запаха. И совершенно не сжется. Но борщевик это вообще настоящее биологическое оружие. Но кто же вам об этом скажет, что борщевик это биологическое оружие? Сок борщевика содержит фуранокумарины. Это токсические вещества. Лишают кожу защиты от ультрафиолета. Они действуют не сразу между непосредственным контактом и развитием фотодерматита. Так называют кожную реакцию. Может пройти от одного часа до нескольких дней. Зато потом мало не покажется. Достаточно человеку выйти на солнце. И кожа, на которую попал сок борщевика, моментально получит сильнейший ожог. Со всеми сопутствующими очевидными покраснениями и болезненностью, и не столько очевидным, но гораздо более опасными повреждениями клеток. И это самое важное. Это чревато меланомой. Сок борщевика попадает на кожу и слизистый глаз. И человек может ослепнуть. Но этого тоже никто не говорит. Ведь при уничтожении борщевика необходимо иметь защитные средства. Просто как хим защиту нужно на себя надевать. Потому что вы можете ослепнуть. Значит обязательно должны быть специальные очки. То есть на руки сок не должен попасть. Опять-таки специальные резиновые перчатки должны быть. Но кто же это вам об этом говорит? Если сок борщевика попадет на кожу и слизистый, то человек может ослепнуть. При поражении 80% кожи тела возможно смерть. То есть если поражение борщевика будет большим на вашем теле, то это смерть. Тяжелее всего контакт с фуранокумаринами переносят обладатели чувствительной кожи. И дети, конечно. Они нередко получают сильнейшие ожоги, после которых остаются глубокие рубцы. Чтобы убрать их, может потребоваться пластическая операция. Жертвами борщевика сосновского только в России ежегодно становится несколько миллионов человек. Ну, также токсичное растение распространено в Белоруссии, Латвии, Литве, Эстонии, Польше и на Украине. Вы понимаете, биологическое оружие, вот что такое борщевик. Но вам же об этом никто не говорит. И заставляют убирать жителей самостоятельно. Ведь борщевик может достигнуть трех метров в высоту. Как вы будете с ним бороться? Как вообще распространился борщевик у нас в стране? То его же раньше не было. Он был завезен к нам. Это специально мутировавшее растение, которое вывели, наверное, где-нибудь в каких-нибудь шарашкиных конторах. И теперь толстые стебли этого борщевика достигают от 5 до 10 сантиметров в диаметре в нижней части. Крупные, гладкие, почти глянцевые листья ярко-зеленого цвета. Вот зонтик может достигать это соцветие 50 сантиметров. То есть это какие-то громадные, совершенно ядовитые цветы. Но жителям деревень вменят в обязанность, если где-то около твоего даже огорода будут расти эти борщевики, если они будут расти вдоль дороги, все равно будут заставлять. Родители, будьте внимательны, потому что могут школьников заставлять. И следующий год это уже будет вводиться. Школьники на уроках труда могут идти и убирать этот борщевик. И тогда, естественно, первый день ничего не будет, второй, а на третий ваши дети все заболеют. Вот до чего додумываются наши горе-чиновники. В их задачу входит специальное уничтожение населения. Поэтому вы не должны полагаться, правильный закон неправильный. Просто этот закон нужно игнорировать, потому что этот закон – это борьба голыми руками с биологическим оружием. Вот на что толкают вас чиновники. Я Таня Карацуба, Сиитбургхан.